Здравствуйте, Анна Викторовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Приветствую вас на нашем вебинаре. Меня зовут Журова Инна Александровна. Я являюсь руководителем службы социального сопровождения. Звука нет? Меня плохо слышно, уважаемые участники? Спасибо огромное. Отлично, хорошо. Спасибо еще раз за вашу активность. И сегодня мы с вами будем разговаривать о развитии внимания, усидчивости у детей дошкольного возраста. Очень много будет игр, информация, представленная мною. Будет полезно специалистам дошкольных образовательных учреждений и, конечно же, родителям. Мечта родителя, любого родителя – это здоровые, успешные дети, дошкольники, школьники, студенты. Успешность обучения на всех образовательных этапах зависит от уровня развития внимания и усидчивости ребенка. Ребенку младшего дошкольного возраста нелегко быть внимательным, усидчивым. Это обусловлено возрастными особенностями. Ребенок не рождается внимательным, усидчивым. Эти качества необходимо в нем развивать с самого раннего детства. Ему не всегда удается дослушать сказку до конца, в течение 10-15 минут заниматься каким-то одним делом. Тем более, если появляются какие-то отвлекающие факторы, на которые сразу же переключается внимание ребенка. Внимание и усидчивость тесно связаны друг с другом. Если ребенок внимательный, то он может кропотливо заниматься одним делом. Если ребенок усидчивый, то его внимание всегда будет собрано и не станет рассеиваться на посторонние вещи. Развитие внимания и усидчивости – одно из главных направлений педагогической деятельности. Ведь от того, как ребенок умеет слушать, слышать, вникать в сказанное, акцентировать внимание, зависит качество его обучения, способность приобретать и накапливать полученные знания. Что же такое внимание? Буквально кратко, теоретические экскурсы и перейдем к практике. Под вниманием подразумевается способность человека сосредотачиваться на конкретных или абстрактных явлениях, объектах, чтобы потом продуктивно перерабатывать информацию. Быть внимательным – значит уметь выделить данные, поступающие из всех окружающих ресурсов, отделить нужные и отсеять лишние, сделать по итогам процесса заключения. Внимание является психологической характеристикой, когда человек может выбирать нужную для себя информацию, при этом отсеивая все лишнее. Каким бывает внимание? В психологии выделяют следующие виды. Это непроизвольное внимание появляется с самого рождения ребенка, когда он реагирует на какой-то внешний раздражитель. Волос мамы, свет, резкий звук и так далее. Произвольное определяется тем, что человек проявляет усилия, чтобы на чем-то сосредоточиться. Прикладывает свое волевое усилие. Так, у детей-дошкольников волевой механизм развит еще очень плохо. Это и становится причиной рассеянности внимания. Ребенок еще не умеет организовать себя, чтобы не отвлекаться на другие предметы. Произвольное внимание играет большую роль в обучении, которое будет успешным, если школьник сможет усилием воле концентрироваться на рассказе педагога и определенной деятельности. И такой вид внимания обязательно необходимо тренировать и развивать. Почему? Как раз таки и посвящена эта тема нашего вебинара. Поскольку очень важно для дальнейшего обучения детей в школе. И еще третий вид. Это постпроизвольное внимание. Предполагает не усилие воли, а интерес. Так, например, хороший педагог и воспитатель всегда пытаются вызвать у детей именно постпроизвольное внимание. Это не утомляет детей во время занятий. Они хорошо воспринимают и усваивают учебный материал. Но для этого взрослому необходимо немало постараться, чтобы придумать что-то такое, чтобы могло вызвать большой интерес у ребенка. Дошкольник может долгое время слушать сказку, если она для него очень интересна. Ребенок замирает, он ловит каждое слово. Это и будет как раз таки постпроизвольное внимание. Чтобы научить ребенка концентрировать внимание, надо разобраться в его характеристиках. Случается, что корректировать приходится не все из них, а только какие-то проблемные моменты. И какие составляющие внимания имеются. Объем внимания – это количество объектов, которые человек может охватить одновременно. Скорость переключения показывает, насколько быстро человек может переключить свое внимание с одной вещи на другую. Устойчивость предполагает способность в необходимое время концентрировать свое внимание на одном предмете. Избирательность означает способность отсеивать лишнее и воспринимать лишь необходимое. Распределение – это способность одновременно держать в поле зрения несколько объектов, выполнять несколько дел. И произвольность представляет собой сосредоточение внимания, когда это требуется, прикладывая для этого усилия воля. Все эти качества необходимо воспитывать в ребенке с самого раннего детства. Если какое-то из этих качеств не развито или развито плохо, то это приходит к проблемам в обучении и другим трудностям. Так, при небольшом объеме внимания ребенок не сможет концентрироваться на нескольких предметах, удерживая их в уме. При неустойчивости внимания ребенок постоянно будет отвлекаться. При плохой избирательности внимания ребенку не удается сосредоточиться на том, что требует выполнения поставленной цели. У внимательных и усидчивых детей отмечаются успехи в учебе, их развитие на ступени выше своих рассеянных сверстников. Младшие дошкольники совершенно не могут осознанно концентрировать внимание, ими движет интерес. Если интересно, появляется непроизвольное внимание. Интерес пропал, начинается поиск нового источника вдохновения. И внимание малышей опосредованное. Совершенно по-другому ведут себя старшие дошколята. В этот период ребенок интенсивно развивается. Мозг требует более серьезной работы и познавательной деятельности. Так ребенок учится владеть произвольным вниманием. Чем старше ребенок становится, тем успешнее он овладевает искусством быть внимательным. У дошкольников нормы концентрации внимания выглядят следующим образом. У детей до 3 лет максимум 15 минут. Дети с проблемами могут сосредотачиваться на предмете или игре не более 5 минут. У детей 4 лет максимум 20 минут. Дети с проблемами предельно внимательно не более 8 минут. Дети 5 лет достигают концентрации внимания на 25 минут. 6-ти летние дошкольники способны концентрировать внимание до получаса. Дети с гиперактивностью и задержкой психического развития не более 12 минут. Почему же одни дети усидчивые, наблюдательные, умеют сосредотачиваться, а другие постоянно пребывают в рассеянности? На этот вопрос помогает ответить психологическая точка зрения на данную проблему. Каждый ребенок индивидуален. Он рождается с определенными природными задатками, способностями. Одни дети более активны, другие пассивны. Одни молчаливы, другие болтливы. Это обусловлено во многом нервной системой ребенка. Поэтому если малыш рожден рассеянным и неусидчивым, то его нельзя в этом упрекать, а стараться наоборот помочь развить эти качества. Но при этом стоит помнить, что у каждого ребенка существует верхний предел своих возможностей и требовать от него чего-то больше просто бесполезно. Значительное влияние на внимательность оказывает еще интеллектуальная активность, которая является врожденной. Чем ребенок внимательнее, тем он и любознательнее. Но низкий уровень интеллектуальной активности ребенка можно повысить. А помочь в этом могут педагоги, воспитатели, конечно же, родители. Парадокс, но иногда рассеянность совсем не означает невнимательность, а наоборот высокую концентрацию внимания на каком-то одном деле, на каком-то одном предмете. То есть ребенок с головой погружается в занятия, не замечая ничего абсолютно вокруг, при этом он выглядит со стороны как рассеянный. И это уже является крайностью, которая не может положительно влиять на становление личности и развитие ребенка. В современном мире достаточно много детей, которые, скажем так, страдают таким вниманием. Например, когда ребенок отрывается от реального мира и погружается в мир виртуальных компьютерных игр, при этом не замечая никого и ничего вокруг. На уровень внимательности ребенка влияет также стиль воспитания. Некоторые родители в самых благородных целях чрезмерно опекают своего малыша. И такая вот гиперопека, она подавляет детскую инициативность. Волю. Поэтому произвольного внимания от таких детей добиться весьма сложно и даже может быть проблематично. При свободном стиле воспитания, когда ребенок предоставлен сам себе и над ним нет контроля со стороны взрослых, организовать внимание также будет очень непросто. Поэтому некоторые педагоги, некоторые родители слышат от воспитателя, опять же, от педагогов, что их ребенок способный, но невнимательный. Низкий уровень внимания может быть обусловлен физиологическими факторами, заболеваниями, инфекциями, недостатком витаминов, неполноценным сном, неправильным режимом дня и тому подобное. И тоже буквально кратко коснемся этапов развития внимания. На протяжении первого года жизни у детей существует только непроизвольная внимательность. То, о чем я уже проговаривала. К началу второго года жизни постепенно совершенствуется исследовательская деятельность. Это зачатки целенаправленного внимания. Со второго по третий годы дети могут выполнять совместные инструкции. Целеустремленно ищут взглядом названный предмет. В 4-5 лет ребенок способен выполнять запутанные инструкции. Он постепенно развивает целенаправленную фиксацию. Может только удерживать внимание не только на предмете, но и анализировать его свойства. Взаимосвязь с факторами окружающей среды. В 5-6 летнем возрасте совершенствуется произвольная функция по отношению, по собственному желанию и под контролем самоинструкции. Это хорошо будет как раз таки видно в играх. В 7-летнем возрасте волевое внимание уже, как правило, сформировано. Если мы говорим о норме, то уже должно быть сформировано. Его объем, устойчивость будут совершенствоваться всю оставшуюся жизнь. И какие же способы оценки внимания мы можем с вами использовать? В работе с дошкольниками используют несколько способов оценки внимания. Первое – это предлагается детям такая картинка. Кстати, презентацию вы можете скачать. Она разрешена для скачивания, чтобы потом в дальнейшем вы могли использовать этот материал в своей работе. Итак, ребенку предлагается стимульный материал. Необходимо найти начало и конец линии. Обозначить предмет. В этом случае ребенку предлагается картинка, на которой от нескольких предметов, например, гриб, цветок, дом, солнце, тянутся линии, которые переплетаются. Но потом расходится каждая к своему пустому квадрату. В этом квадрате ребенку предлагается сделать отметку. Но у каждого предмета свое обозначение. Так, солнце, например, нужно обозначить кружочком. Гриб – галочкой, цветок – крестиком, дом – точкой. На выполнение задания дается пара минут. Это тестовое задание помогает определить возможность ребенка к устойчивому вниманию и возможность переключать внимание. Следующее – это корректурные пробы наши. Ребенку предлагают картинку, на которой изображено множество разных предметов, звездочек, грибочков, цветочков, елочек. Много всего, много различных вариантов корректурных проб. Ребенок получает задание вычеркнуть какой-то предмет. Данный тест помогает определить устойчивость внимания ребенка. На задание отводится 2,5 минуты. Потом используется формула для вычисления результатов. Формула внизу. Здесь на слайде обозначено. С – это продуктивность ребенка. Н – это число предметов всего. Т – это время, которое потрачено на тест. И Н – малое, это совершенные ошибки. По данным, полученным в результате расчетов, строится график, по которому видна устойчивость внимания. Если продуктивность выше 1,25 – это будет 10 баллов, высокий уровень. В районе от 1 до 1,25 – это 8-9 баллов будет, высокая устойчивость внимания. В промежутке от 0,5 до 1,25 – это будет от 4 до 7 баллов. Средний уровень устойчивости внимания в районе от 0,24 до 0,5 – это 2-3 балла. Это низкий будет уровень, и между 0 и 0,2 – очень плохой результат. 0,1 балл – это очень будет низкая устойчивость, очень слабая устойчивость внимания. И следующее, тоже можем предложить, параллельно оценивается краткосрочная память. Для этого ребенку даются разноцветные картинки, это как вариант здесь перед вами. Просят поискать предметы и разложить эти изображения в заданной последовательности. А потом спрашивают, на каком месте та или иная картинка лежала первоначально. Что же будет влиять на внимательность ребенка, на развитие внимательности ребенка? Дело в том, что развитие внимания во многом зависит от того, насколько интересно ребенку занятие. Поскольку дошкольник находится в том самом благодатном возрасте, когда все вокруг может быть удивительно, интересно, нужно и можно сыграть на этих исследовательских струнах. На развитие внимания окажут воздействие интересные игры, упражнения, обязательно участие взрослых в игре, их пример. Внимательное отношение к ребенку со стороны взрослых, терпение. Даже если ребенок совершает ошибки, атмосфера должна быть дружелюбной, спокойной. Что еще? Игры, развивающие методики, которые повысят слуховую, зрительную активность. Играть можно не только в дошкольном образовательном учреждении, но и дома, и на прогулке. Самостоятельность детей тоже важна. Важно научить ребенка выполнять определенные дела. Самостоятельно складывать игрушки, предметы канцелярия. Спасибо. Ну, мы сейчас буквально кратко, да, потому что это очень важно, конечно, а перейдем сейчас к играм уже. Самостоятельно умыться, одеваться. Эти навыки будут способствовать тоже развитию внимательности. То есть, да, казалось бы, как, но тем не менее. Знание ребенком режима дня, это поможет дисциплинировать его и сделать акцент на важных делах, которые происходят в его жизни каждый день. Здесь встает вопрос, с чего же делать нельзя? Когда взрослые взаимодействуют с ребенком, приняли решение развивать в ребенке усидчивость и приучать его не бросать начатое дело на полпути, они должны понимать, что нужно обязательно избегать недовольства ребенка и конфликтов с ним. Когда у ребенка что-то не выходит, он, конечно же, хочет бросить начатое переключиться на другое занятие. Ни в коем случае ругать его нельзя, за это нужно помочь вернуть интерес к прерванному делу. Тоже важно, не стоит критиковать ребенка, сравнивать его с другими детьми, причем не в пользу ребенка, а часто, я, например, как руководитель часто слышу, а вот ты-то это, это, а вот посмотри на Машу, посмотри на Петю. То есть все равно такие моменты, они допускаются, и важно, чтобы их не было. Нужно показать ребенку, как можно решить проблему, объяснить, что ошибки, да, я такой же человек, и ты такой же человек. Ошибки допускает любой, каждый может совершить ошибку, когда чему-то учится, это вполне нормально. Если ребенок устал, спасибо, если ребенок устал и не желает возвращаться к прерванному делу, не навязывайте ему его, отложите. Но с условием, что позже вернетесь к ночному, обязательно все закончите. Это что касается внимания, что усидчивость такое и как вообще это развивать. Усидчивость – это способность сосредотачиваться на определенном виде деятельности в течение нужного времени. Это очень важное качество для любого человека, и оно отнюдь не дается при рождении. Усидчивость тоже нужно развивать. Без нее воспитывать ответственную и дисциплинарную личность невозможно. Первая проблема начинает появляться уже в начале учебы в школе. Неусидчивый ребенок не в состоянии сконцентрировать свое внимание на протяжении всего урока. И, естественно, учиться ему будет трудно. По этой причине, развитием усидчивости надо начинать заниматься в раннем дошкольном возрасте. Тем более, что привить данные качества быстро не получится. Нужно время, процесс длительный и постепенный. И каковы же причины могут быть неусидчивости? Тоже важно обратить на это внимание. В первую очередь, это незрелость нервной системы. Кора головного мозга, стволовые клетки, нервные волокна находятся в той стадии своего развития, когда длительные занятия невозможны. Неврологические заболевания. Если ребенок словно вечный двигатель, то это тоже не есть всегда хорошо. Хорошо. Возможно, что причина такой хронической неусидчивости кроется в каком-либо заболевании. Особенно стоит насторажиться, если ребенок плохо спит. Ни на минуту не может успокоиться и спокойно посидеть на диване. Посмотреть мультик. Если он постоянно что-то крутит, вертит, куда-то лезет, куда-то бежит, в таком случае, конечно же, не стоит откладывать визит к специалисту. Потому что такая неусидчивость нуждается в лечении и коррекции. По крайней мере, специалисты дадут точный ответ, что является причиной неусидчивости. Заболевание либо особенность темперамента. Здесь же тоже нужно четко провести вот эту грань, что есть что. Еще. Эмоциональное состояние ребенка. Когда у ребенка отмечаются страхи, повышенная тревожность, капризы. Неправильное питание тоже, кстати. Для нормальной работы мозга ребенку банально может не хватать витаминов и микроэлементов. Отсутствие познавательной мотивации. Ребенку просто неинтересно выполнять какие-либо задания. Неусидчивость может быть вызвана неуверенностью в себе. Например, ребенок однажды неудачно выполнил какое-то дело. И чтобы в дальнейшем вновь с ним не сталкиваться, он будет убегать от него. Заранее предполагая, что у него опять ничего не получится. Мы тоже по большей части взрослые много чего такого отталкиваем. Когда-то где-то не получилось. И найдем тысячу причин, чтобы дальше это не делать. Поэтому мы там еще более сознательны все-таки. А дети менее. Поэтому здесь тоже важно учитывать этот момент. Педагогическая запущенность. Если родители не занимаются своим ребенком с первого года жизни, его мозг не сможет развиться для учебы к школьному возрасту. Тем более, что все мы педагоги прекрасно знаем, что требования сейчас повышены к школьному обучению. С чем должен ребенок прийти в школу. Вопрос в том, что если дополнительно с ним не занимаются, если ребенок смотрит телевизор, только мультики, то все это не будет развивать мозг. А наоборот, это будет негативно отражаться на нервной системе ребенка. И настоятельно рекомендуется создавать условия для комфортного обучения, предварительного объяснения предстоящих занятий, позитивно-эмоциональной окраски, доверительного общения. И как мы можем развивать внимательность и усидчивость у ребенка. Психические процессы формируются с рождения, требуют определенного воспитания. И идеально, конечно же, когда усидчивость и внимание начинают развиваться у малыша с первых лет жизни. Больше шансов вырастить внимательного, вдумчивого, конкурентоспособного человека. Однако пластичный человеческий мозг дает возможность развиваться и совершенствоваться в любом возрасте. Помним про свойства мозга, нейропластичность развиваться в любом возрасте в зависимости от нашего поведения. Делаем, получаем, не делаем, не получаем. Итак, каковы же рекомендации взрослым необходимо соблюдать? Режим дня ребенка. Так как это все-таки основа всего, специалисты рекомендуют отводить на сон ребенка 8-10 часов в сутки. Причем за пару часов до сна не позволять ребенку играть на компьютере, в гаджетах сидеть, смотреть телевизор и так далее. Лучший вариант прогулка на воздухе, чтение книг, рисование. Спокойные игры. Следите за правильным питанием. Приучайте ребенка к тому, что у него есть не только права, но и обязанности. Ребенок должен помогать. Это позволит ему не только улучшить усидчивость, но и почувствовать себя нужным. В тренировке усидчивости нужно использовать, конечно же, игровой процесс. Почему? Потому что помним, что ведущий вид деятельности у дошкольника – это игра. И больше занимаемся с ребенком творчеством. И какие же можно предложить задания для тренировки, для развития усидчивости. Рисование. Рисовать любят дети всех возрастов. Сначала позвольте ребенку рисовать то, что он хочет. Но со временем нужно придумывать темы для рисунка. И добиваться того, чтобы ребенок закончил картинку. Раскрашивание требует еще больше увлеченности и сосредоточенности. Раскраски, разумеется, подбираем в соответствии с интересами ребенка, с возрастом. Также можно предложить ребенку рисовать при помощи разных техник. Рисование ладошками, ватными палочками, солью, свечой. Рисование на песке. Конечно же, в соответствии с возрастом подбираем. Пазлы. Уже с двухлетнего возраста можно давать ребенку собирать пазлы из 4-6 частей. К 5 годам ребенок уже вполне может справиться с картинкой из 54 деталей. Тематика картинки, опять же, должна соответствовать интересам ребенка. Мозаика. Игры с мозаикой требуют еще больше усидчивости. Детали, как правило, мелкие. К тому же есть особенности в создании изображения. Поначалу можно просить ребенка выкладывать цветные, однотонные, волнистые линии. Затем уже приниматься за выкладывание картинок. Постепенно при этом, конечно же, усложняем их. Изготовление различных поделок. Для этого занятия можно использовать любые подручные материалы. Главное, чтобы в процессе была изюминка, которая будет интересовать ребенка, заинтересовывать его. Сказки с продолжением. Рассказывайте детям истории частями в течение нескольких дней. Конечно, сюжет должен быть увлекательным и непредсказуемым. Рассказ нужно всегда останавливать на самом интересном месте. И продолжать его только на следующий день. С этой целью хорошо использовать в работе технологию сторисек. О ней я рассказывала на одном из наших вебинаров. Кто не видел, то вы можете посмотреть записи. Бесплатно доступно на нашем портале на канале YouTube. Игра «Найди отличия» очень увлекательное и полезное занятие, которое можно выполнять не только с листа, но и на компьютере. Чтобы ребенку было проще и интереснее в нее играть, нужно написать цифрами количество отличий. И когда отличие будет найдено, можно зачеркнуть соответствующую цифру. И так ребенок будет наглядно видеть, что он справляется. И это будет придавать ему уверенности в себе. Решение различных головоломок, прохождение лабиринтов, конструирование тоже вместе с ребенком по образцу или произвольно. Конструкторов сейчас вообще тьма тьмущая, пластмассовые, деревянные, магнитные, мягкие. Угодить при желании удастся абсолютно любому ребенку. Готовые наборы лего других брендов, с одной стороны, делают игру более увлекательной. Получаются правдоподобные, эффективные, эффектные такие композиции. Но, с другой стороны, они будут ограничивать работу детского воображения. Чаще всего малыши обходятся собранными предметами, при этом не выстраивают новые, несмотря на совместимость конструктивных элементов. Выбор за взрослыми. Я хочу напомнить, что конструирование – это великолепное занятие для тренировки усидчивости. Сюда же, что еще можно отнести? Обожаю кубики Никитина. Прекрасно они заходят на занятия, дети в восторге. Главное, что реализуются образовательные задачи. Что еще сюда? Блоки Дьениша, Палочки Кюзенера, Игры Воскобовича, Дары Фрёбеля. Все эти игры не только будут способствовать развитию усидчивости, но и обладают огромным развивающим потенциалом. Как играть с ними, я уже тоже рассказывала на наших вебинарах. Вы можете ознакомиться с ними в записи на нашем канале в YouTube. Что еще? Совместная готовка с ребенком, украшения, блюд. До начала кулинарного процесса стоит поинтересоваться у ребенка. Хотел бы он принять участие в приготовлении конкретного блюда. И желательно, чтобы дошкаленок был постоянно занят, и ему не приходилось бы скучать без дела. Пока взрослые, к примеру, порежут овощи. Для книги рецептов можно сделать несколько пошаговых фотографий. Тогда ребенку будет проще следить и также удерживать внимание. В финале непременно поблагодарить помощника, ненавязчиво проговорить все пройденные этапы. Если вы получили овощи, очистили овощи, измельчили, высыпали в салатник, перемешали, приготовили заправку, полили салат, убрали грязную посуду, можно кушать. И польза от совместного кухонного творчества будет только в случае обоюдной заинтересованности. Также хороший эффект можно получить, проводя игры на развитие мелкой моторики рук. Это сортировка мелких предметов. Подойдут стеклянные камешки, бусины, крупы, фигурные макароны. Это упражнение крайне полезно для развития глазомера, мелкой моторики и усидчивости. Интересно сортировать бусины не только по размеру, но и по цвету, по форме. Что еще можно предложить? Изготовление украшений из бусинок, игры со счетными палочками, игры с сенсорной коробкой, игры с крышками от бутылок, игры с прищепками и так далее. Детям очень понравится играть в дидактические игры, которые содержатся в развивающих книжках. Хорошо зарекомендовали себе шахматы, шашки, как средство формирования усидчивости у гиперактивного ребенка. Во время игры малыш полностью сосредоточен на процессе. Ему приходится обдумывать каждый шаг, чтобы при этом не потерять фигура. И здесь не столько важна победа, сколько проработка навыка концентрации внимания в течение длительного времени. Кроме того, нужно учитывать, что не нужно все-таки принуждать ребенка к занятиям, да, об этом я уже отмечала. Нужно сделать так, чтобы он сам захотел выполнить поставленную задачу. Без мотивации, без поощрения здесь, к сожалению, не обойтись. И каждый раз, когда ребенок справился с каким-либо делом, довел его до конца, то обязательно его хвалим. Не скупимся на хорошие слова. Ребенок должен знать, что взрослые им гордятся. И здесь общение посредством «я-сообщений». Я горжусь и разбирайте. Очень, кстати, хороший такой момент, психологический прием. Я пробовала на своем ребенке не только в рабочих моментах, но и конкретно со своим ребенком. Вечером, когда укладываемся спать, я проговариваю все его положительные действия, которые были совершены в течение дня. Я горжусь тем, что ты это сделал, ты то сделал, ты то, мне приятно, что ты сделал это, то и то. То есть акцент не на негативе, а на том, что ребенок сделал положительного. В итоге, что хочется же получить еще раз вот эти приятные моменты, попитку получить. И уже на следующий день ребенок будет делать то-то, 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 лишь бы опять получить вот эти все приятные проговаривания. Попробуйте тоже. В рамках работы проговариваем в конце, например, рабочего дня. Петя, я горжусь тем-то, что ты то-то, то-то. Вася и так далее. То есть здесь уже сами подбираете, исходя из того, что было сделано совершенно ребенком. И буквально по мельчайшей подробности все озвучиваете. Чашку отнес. Прекрасно, молодец. Это карандаши убрал. Молодец, прекрасно. Да, я согласна, что это нагрузка на педагога. В начале это может быть сложно, детей много, если речь идет о дошкольном образовательном учреждении. Деток достаточно много сейчас в группах. Но в начале, да, нагрузка есть. Дальше уже все это, во-первых, на этапе автоматизации идет. То есть тут же уже по факту. Петя, молодец. Петя, я тебе обугажусь. Петя, спасибо. Петя, я тебе благодарна. То есть тут уже по ходу и общения, и развития речи вы таким образом решаете очень много задач. Следующее, отвлеклась немножко, это развитие наблюдательности. Для развития наблюдательности у ребенка можно использовать игры за столом, подвижные игры. Хорошая игра по развитию наблюдательности – это поиск отличий на картинках. Ребенку предлагаются две иллюстрации, на которых нужно найти отличные детали. Различные цвета, форма. Также будет интересна игра прятки. Это нетрадиционные прятки. Ребенку предлагается на картинке найти спрятавшиеся предметы. К примеру, на иллюстрации изображена полянка, на которой спрятались зайчики. Они могут быть за кустиками, за деревом, за грибами, а видны лишь части тела – уши, хвостик, мордочка и так далее. Ребенок находит животных с большим удовольствием. Можно разнообразить эту игру. Перед ребенком кладут картинку-раскраску. Ребенок смотрит на нее, потом отворачивается. Взрослый закрашивает один из элементов. Ребенок поворачивается и говорит, что закрашено. Ребенок снова отворачивается. На картинке закрашивается еще один элемент. Ребенок снова должен назвать, какой именно закрашен элемент. Трудно, да, согласна, но интересно. Хорошим упражнением для развития наблюдательности будет игра «Делай, как я». Взрослый выполняет какое-то движение. Ребенок правильно повторяет его. Можно сопровождать упражнения музыкой. Следующее – это развитие произвольного внимания. Здесь можно использовать собирание паззлов. Желательно, чтобы разрезанная картинка иллюстрировала интересный сюжет из любимого мультфильма или из любимой сказки. Можно воспользоваться игрой «Все красное». Цвет можно менять. Детям предлагается искать на протяжении конкретного времени, достаточно несколько будет секунд для этого, предметы конкретного цвета. В данном случае красного. Дети называют эти предметы вслух. Кстати, взрослым тоже очень хорошо играть в эту игру, особенно когда нужно стабилизировать психоэмоциональный фон. Если вы почувствуете, что пошло вскипание, посмотрите по сторонам, найдите, например, 20 зеленых предметов. Детям тоже в зависимости от возраста обозначайте. Либо все зеленые предметы или все синие, либо найдите 10 зеленых, 10 красных и так далее предметов. Детям 3-4 лет можно предложить вот такие задания, где нужно обвести карандашом или фломастером какого-либо определенного цвета самый высокий дом или самый низкий. Детям по старшим, 6-7 лет, обвести предметы, которых на картинке по 5. Или соединить предмет домик с силуэтом, который ему подходит. Интересная игра, я все замечу. Перед ребенком выкладываются предметы до 10, потом ребенок отворачивается, а один из предметов убирают. Да, согласна, но, вы знаете, опять же, постепенно, потихоньку за счет регулярности выполнения упражнений будет получаться все лучше и лучше. Опять возвращаемся к нейропластичности. Спасибо огромное. Следующее, я все замечу. Итак, выкладываются предметы до 10, ребенок отворачивается, один из предметов убирается. Ребенок должен назвать потеряшку. Также можно играть до того момента, пока не останется всего несколько предметов. Игру можно продолжить, выкладывая по одному спрятанные предметы. Следующее, это развитие слухового внимания. Игра слушать, слышать, выполнять. Так можно кратко охарактеризовать эти игры для развития слухового внимания. Ребенку предлагается в игровой форме повторять движения взрослого. Сначала по одному движению, потом несколько движений, потом целую комбинацию. Веселой и полезной будет игра с музыкой. В данном случае использовать разные вариации. Произвольный танец под музыку, который прекращается, если музыка останавливается. Веселые стулья, когда дети бегают, знакомая нам игра. Дети бегают вокруг стульчиков под музыку и немедленно садятся на место при остановке музыкальной композиции. В самолетике, когда дети под музыку бегают по залу, музыка прерывается, они должны сесть на аэродром, забежать, то есть в обруч, который положен на пол. Звуковое внимание развивает упражнения и игры с музыкальными инструментами, а также отработка такта при хлопках в ладоши. Когда просим ребенка повторить ритм или усложняем и так далее. То есть тут варианты уже смотрите по уровню сложности для конкретного ребенка. Игра съедобная-несъедобная тоже знакомая. Водящий бросает мяч, называет любой предмет. Мяч надо ловить только в том случае, если названо что-то съедобное. Если нет, то опускаем руки. Развитие зрительного внимания. Что здесь мы можем предложить? Например, игры с пуговицами. Надо взять два листа бумаги и два разных набора одноцветных пуговиц. Ведущий и ребенок садятся друг напротив друга. На листах чертится в ряд несколько ячеек. Начинать можно с пяти, постепенно увеличивая их количество. Ведущий раскладывает в своих ячейках пуговицы в произвольном порядке. Дает ребенку несколько секунд на их запоминание. Затем выставляет между ними перегородку, ширму. Ребенок должен из своих пуговиц составить такую же композицию. Со временем количество ячеек и пуговиц следует увеличивать. То есть здесь мы еще и память заодно тренируем. Можно предложить ребенку картинку, на которой изображено множество предметов. И попросить его найти какие-либо предметы, либо фрагменты рисунка. Тут у взрослого еще попробуй-ка поработай, найди. Следующий. Или еще вот такой вариант. Тоже не так-то легко. Детям нравится искать какой-либо предмет среди других. Например, где спрятался цыпленок? Тут и у нас-то возникают проблемы в поиске. А детям интересно и с удовольствием играет. Игры на развитие концентрации, устойчивости, переключения внимания. Например, вот такая игра. Найти два одинаковых изображения из множества похожих иллюстраций. Еще такой вариант. Найти два одинаковых... Найти, указать отличия на изображение. Найти непарную картинку. Опять же, повторюсь, вы можете скачать эту презентацию, чтобы в дальнейшем использовать этот материал в своей работе. Следующие. Лабиринты. Тоже прекрасно на занятиях дети работают с ними. Такие задания помогают развивать концентрацию внимания, пространственное мышление. Зашумленные картинки. Здесь еще и зрительное восприятие заодно развиваем. И это все еще будет способствовать профилактике дисграфии. Тоже много целевое... Все, заговорилось, извините. Тоже много целевое задание. Еще вот такой вариант задания. Нарисуй так же, выполни по образцу или дорисуй узор. Следующее задание на развитие избирательности. Внимание. Найти и выделить различные группы предметов. Предлагается ребенку разделить предметы на какие-то группы определенные или объединить предметы в группы по определенному признаку. Объедини все предметы, которые относятся к лексической теме транспорт. И так далее. Игры на развитие устойчивости и переключения внимания. Здесь, например, игра «Угадайка». Взрослый говорит слова ребенку и просит его хлопать в ладоши, когда тот услышит, например, растение. Произносится шкаф, кастрюля, стул, кошка, собака, вилка, ложка, мак, ну и так далее. Или предложите вставать тогда, когда ребенок услышит животное. Здесь еще и слуховое внимание мы развиваем. Произносим комод, береза, поле, машина, что еще? Парта, конфета, лошадь и так далее. А дальше объедините эти два варианта. Хлопать. Когда растение, вставать, когда животное. Произносим автобус, сковорода, компот, мед, собака. Встал ребенок, да? Книга, телевизор, ель. Хлопнул в ладоши. Заяц. Ребенок встал. И тому подобное. Очень интересно играть в такую игру, когда несколько детей. Азарт и желание победить делают игру очень увлекательной. Если ребенок знает цифры, то мы можем предложить отличную тренировку с помощью таблиц Шульта. И как заниматься с этими таблицами. Опять же, вы подбираете таблицу Шульта по уровню развития ребенка. Это как один из вариантов. Потому что есть черно-белые таблицы. Таблицы с черно-красными квадратами. Предлагаем найти, например, числа от 1 до 12. Идем в прямом порядке. Глазами ищем. Где 1, где 2, где 3, где 4 и так далее. Ищем числа в обратном порядке. От 12 идем к 1. Где 12, где 11 и так далее. Или по очереди. Например, найди цифры черные. Сначала в черных квадратах. Черный, да, где 1 в черном квадрате. Потом, где 1 в красном квадрате. Двойка в черном квадрате. Двойка в красном квадрате. И так далее. Либо сначала только черные. Идем по черным квадратам. Потом только по красным. Через 1 можно. Ищем 1. Да, вот, согласна. Как раз-таки здесь наша победа в заинтересованности детей. Поэтому, как мы будем варьировать, зависит от наших фантазий. Как это преподнести так, чтобы ребенку было интересно. Через 1 тоже, кстати, с таблицами шульта работы. Мы ищем, где 1, где 3, где 5 и так далее. Или 2, где 4, где 6. Идем по четным, либо по нечетным. Какие еще игры? Игры, направленные на повышение уровня распределения внимания. Предложите ребенку рисовать круги на листе бумаги. Одновременно считать хлопки, которыми будут сопровождаться рисования. Ребенок рисует и считает, что вы хлопаете. То есть он рисует, вы хлопаете, он рисует и одновременно считает количество хлопков. И время на это упражнение 1 минута. По окончании задания посчитайте количество кружков и сосчитайте количество ударов. Чем больше кружков и правильно посчитанных хлопков, тем лучше. Игры, которые будут направлены на тренировку и формирование устойчивости. Внимание. Игра до нетки. Вы задаете каверзные вопросы так, чтобы отвечающий отвечал запрещенные слова. Вы поедете на бал? Какого цвета наденете платье? Я хочу надеть красное платье. Разве красное вам к лицу? Мне просто нравится красный цвет. Это будет бальное платье? Бальное. Ваше бальное платье будет длинным? Да. Здесь проигрыш, потому что нельзя говорить. А перед этим, конечно, стоит ребенку показать на примере, как должна выглядеть игра. Еще вариант. Следи за тем, что говоришь. В ней взрослый задает вопросы. Ребенок должен внимательно обдумать свой ответ. В правилах заранее обговаривайте, что нельзя. Например, нельзя произносить цифры от 5 до 10. Или говорить, например, «да», «нет». Или избегать в ответе какую-либо букву. Ну, или что-то другое. Потом поменяйтесь местами. Поддайтесь ребенку, чтобы он чувствовал свою удачу. Играя даже 10 минут в день, вы отлично поддержите ребенка, мозг ребенка в тонусе. А также будет развиваться внимание и мышление ребенка. Развивать внимание можно и в подвижных играх. Здесь какая процедура игры? Например, дети делятся на две команды, пусть будет по 5-6 человек, становятся в две шеренги. Один из каждой команды водящий стоит спиной ко всем. Остальные в это время перестраиваются. Ведущий подает сигнал. Водящий, быстро повернувшись лицом к шеренге, старается запомнить, кто за кем стоит. По новому сигналу через 5-10 секунд водящий, отвернувшись, должен сказать, в каком порядке стоят его товарищи. Затем водящий становится в шеренгу, его место занимает другой ребенок. И так пока все из команды не побывают водящими. В 3-4 года какие можно предложить игры? Найти одинаковые картинки. Сейчас быстренько, уже время немножко остается. Найти отличия на картинках. Пройти лабиринт. Какие предметы спрятались? Дорисуй картинку. Дальше. Здесь раздели предметы на группы. Для детей 4-5 лет. Найди одинаковые предметы на картинке. Тоже чем отличаются картинки, уже более усложненный вариант даем. Также загадочные картинки. Что здесь нарисовано? Повтори узор. Объединить предметы по группам. Что еще? Уже можно давать рисование двумя руками. Здесь и межполушарку подключаем. Развитие межполушарного взаимодействия. Дальше. Что еще? Для детей 5-6 лет. Найти одинаковые картинки. Отличия найти. Лабиринты. Пройти лабиринт. Какие предметы здесь изображены? Перерисовать. Рисовать можно еще одновременно двумя руками предложить. Для детей 6-7 лет. Найти тоже два одинаковых предмета. Спасибо. Межполушарное взаимодействие. Рисуем двумя руками. Усложняем. Даем более сложный вариант. Дальше. Найти отличия. Здесь вы тоже найдете отличия. Лабиринты. Что нарисовано? Какие предметы? Рисуем. Можно двумя руками здесь тоже предложить детям рисовать двумя руками одновременно. И сейчас можно найти тоже объединить группы. Здесь двумя руками рисуем. И сейчас можно найти очень много книг с играми, упражнениями, которые направлены на развитие внимания, усидчивости. Хотела бы порекомендовать вам вот эту книгу Анастасии Сумцовой «Рабочие нейротетради. Учимся быть внимательными». Задания даны в игровой форме. Очень нравятся детям. Кроме того, в сети интернет есть компьютерные игры, как платные, так и бесплатные. Также направленные на развитие внимания, усидчивости детей дошкольного возраста. Они могут внести разнообразие, повысить мотивацию детей к выполнению заданий. Конечно, нужно учитывать нормы САНПИН. Никуда мы от них не уйдем. Сейчас также появляется все больше игрушек, которые можно использовать в целях развития внимания и усидчивости. Например, игрушка «Антистресс» «Попит». Предлагаем поиграть детям. Нарисуй также. Ребенку предлагается нарисовать выпуклыми или впуклыми ячейками по схеме. Или мысленно разделяем «Попит» на две половинки. Один участок продавливаем. Простой рисунок второй должен ребенок повторить симметрично. Кто быстрее? Детям предъявляется рисунок, в соответствии с которыми они стараются нажать на пупырки быстрее своего оппонента. Кто справился первым, тот и выиграл. Бросай кубик. Здесь бросаем игральный кубик. Сколько точек выпало, столько пупырок нужно нажать. Проигрывает тот, у кого количество точек больше, чем ячеек. Продолжи ряд. Один игрок выкладывает начало ряда, второй продолжает в заданной последовательности. Чего не стало. Здесь прячем под игрушку несколько мелких предметов. Ребенок поднимает, запоминает, что это за предметы. Закрывает глаза. Убираете один предмет. Логопед нужно отгадать, что исчезло. Еще есть такая прекрасная игра. Мои дети в восторге от нее. Очень любят играть. Каждый раз спрашивают, когда мы с вами поиграем. Ну, я еще дополнительно дефектолог, логопед. Поэтому не только работаю руководителем. Поэтому использую еще и такие игры. Цветные бомбошки. Игрушка разноплановая. Здесь и развитие мелкой моторики, и развитие пространственных представлений, и многое другое. В наборе сложи попросту. В комплекте идет 10 карточек. Они также перед вами на экране. Две пластмассовые колбочки. И 50 цветных помпонов и пинцет. Как можно играть? Можно сортировать бомбошки по цветам. Использовать бомбошки как счетный материал. Выполнять задания, раскладывая вот эти цветные бомбошки на карточки или по колбочкам. Дети помладше это могут делать прямо пальчиками. Если пока очень трудно, недоступно им пинцетом работать, можно пальчиками. В дальнейшем уже подключаем тогда пинцет. Еще тоже великолепная игра. Хватай, успевай. Для самых внимательных. На карточках то появляются новые предметы, то пропадают. В дороге можно играть, если родители смотрят наш вебинар. Прекрасно тоже игра. Следующее. Успей запомнить. Тоже. Один из игроков должен выложить на игровом поле шарики и показывать их сопернику в течение 10-15 секунд. Затем за это время он запоминает комбинацию, потом повторяет на картонные карточки с помощью маркера. Еще тоже превосходная игра, с которой пользуюсь регулярно на занятиях. Нейропсихологическая игра «Попробуй, повтори». Вот такие карточки. В этой игре участник должен воспроизвести положение рук или позу, которую он видит на картинке. Для чего ему необходимо совершить конкретное движение. Тоже очень много вариантов. И игр, которые направлены на развитие внимания, усидчивости, очень много. Я привела лишь их примеры, что вы можете использовать в своей работе. Играйте, придумывайте вместе с детьми свои упражнения, устанавливайте им правила, к ним правила. И период от рождения до школы является самым благоприятным временем для развития способности ребенка. В том числе и для развития внимания и усидчивости. Поэтому многие педагоги рекомендуют уделять больше времени на развитие малыша именно в дошкольном возрасте. Спасибо вам огромное за внимание, за ваши комментарии. Надеюсь, что вебинар был полезный. Ждем вас. Спасибо огромное. Спасибо. Очень мне приятно. Важно читать ваши вебинары. Значит, идем в правильном направлении. Ждем вас на наших вебинарах. Всего доброго, всего хорошего. Прекрасно вам отдохнуть. И начинаем с сентября. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok